Здравствуйте, дорогие первоклассники! Сегодня на уроке математики мы ознакомимся с вами с понятиями тяжёлый и лёгкий. Итак, начинаем урок. Для начала, ребята, я предлагаю вашему вниманию просмотреть внимательно школьные предметы и ответить на исследовательский вопрос. Какие школьные предметы мы можем переносить с места на место, а какие нет? Мы, конечно, с лёгкостью сможем переносить с места на место в портфеле, да и стул также. Почему, ребята, мы можем носить тяжёлые сумки, поднимать и переставлять стул, а холодильник переставить не в состоянии? Всё дело в том, что эти предметы, ребята, различаются по массе. В этом случае мы говорим тяжёлый, либо очень тяжёлый. А вот Лала и Анар – это знакомые вам персонажи из учебника по математике. Лала в одной руке держит книжку, а в другой руке у неё ручка. Анар тоже держит в одной руке ту же самую книжку, а в другой руке у него рюкзак. И вот, ребята, Лала говорит, что книга тяжелее, а Анар утверждает, что книга легче. Почему мнения Лалы и Анара расходятся? Всё дело в том, что, ребята, и Лала, и Анар, взвешивая, сравнивают эту книгу с другими предметами. Например, Лала, сравнивая книгу с ручкой, говорит, что книга тяжелее, чем ручка. А Анар, сравнивая книжку с рюкзаком, говорит, что книга легче, чем рюкзак. Ребята, но мы ведь не всегда, взвешивая, узнаём массу тех или иных предметов. Для этого есть специальный прибор. Попробуем-ка найти, что это за прибор. Кто легче с друзей, кто тяжелее? Пчела, комарик или муравей? Определят не метр и не часы, не календарь, не градусник, а весы. Правильно! В данный момент, ребята, на экране вы видите разновидности весов. А теперь на этом этапе нашего урока, ребята, я предлагаю вашему вниманию просмотреть коротенькое видео, в котором вы узнаете, что легче, а что тяжелее. Это будет, ребята, относительное взвешивание. Что тяжелее, тыква или баклажан? Тыква. Что легче, кепка или листочек? Листочек. Что легче, карандаш или утюг? Карандаш. Что тяжелее, ведро с водой или кошелек? Ведро с водой. Что легче, дудочка или аквариум с водой? Дудочка. Что тяжелее, один ключ или три ключа? Три ключа. Что тяжелее, молоток или салонка? Молоток. Что легче, будильник или пирог? Пирог. Что тяжелее, торт или пирожник? Конечно, торт. Что легче, плюшевая собачка или сундук с сокровщиной? Конечно, собачка. Ты молодец. Ребята, а теперь я предлагаю вашему вниманию информацию об этом приборе. Чтобы определить, тяжелый предмет или легкий, используется специальный прибор, то есть весы. Если чашки весов на одном уровне, то есть уравновешены, это значит, что вес обоих взвешиваемых предметов одинаковый. Если при взвешивании одна чашка весов выше, а другая ниже, значит предмет, находящийся на верхней чашке, легкий, а предмет, находящийся на нижней чашке, тяжелый. Для очень тяжелых предметов имеются специальные весы. Они могут взвесить автомобиль, слона и другие тяжелые предметы. В магазинах и на рынках используются электронные весы. В быту используют так называемые ручные весы. Ребята, можно сравнивать различные предметы по их массе. То есть чем больше масса, тем тяжелее предмет. А вот раньше люди пользовались различными мерками – камнями, яблоками и другими. Затем у каждого народа появились свои меры массы. Но все они были неудобны в использовании, так как возникала путаница. Люди долго не могли придумать единую мерку. И в 1799 году ученые придумали такую мерку и назвали ее килограмм. Сокращенно записывают КГ. Как можно описать один килограмм, когда мы покупаем продукты на рынке или в магазине? Обязательно взвешиваем их на весах. Или же все продукты заранее взвешиваются и упаковываются, и на них наклеиваются ценники с их весом. Вес этих продуктов, ребята, измеряется в килограммах. Ребята, давайте внимательно рассмотрим эти две коробки и сравним их. Что мы можем сказать о них? Цвет вроде у них, форма и даже размер одинаковый. Но я все-таки уверяю вас, что эти коробки разные. А в чем же отличие? Есть свойства, которые мы не всегда можем увидеть. Чтобы обнаружить такое свойство, нужно взять предметы в руки. Давайте проверим это. А поможет нам вот такой прибор, то есть весы. Вы уже знакомы с этим прибором. Итак, на одну из чаш мы положим одну коробочку, а на другую – вторую коробочку. Как вы видите, вторая коробочка оказалась тяжелее, потому и чаша весов, ребята, ниже, потому что она, коробочка, была полная. Легче, тяжелее мы говорим тогда, когда имеем в виду свойства. Как же его назвать, это свойство? Назовем мы его, ребята, масса. Массу можно измерить и результат записать с помощью числа. Значит, масса – это величина. Запомните. А теперь на практике, ребята, мы попробуем с вами найти массу этих игрушек. Это задание дается у вас в учебнике на странице 53. Соответственно, образцу, ребята, мы будем определять в варианте А – массу паровозика и утенка, а в варианте Б – легковой машинки и грузовой машинки. Как вы видите, паровозик весом 5 кубиков. А утенок весом 2 кубика получается относительная масса. Паровозик тяжелее утенка. А в варианте В – получается, что грузовая машина, ребята, оказывает тяжелее легковой игрушечной машинки. Мы продолжаем работать по учебнику. Теперь мы выполним задание номер 1 и номер 2. Определим самую тяжелую и самую легкую коробку с подарком в задании под номером 1. Ребята, самая тяжелая коробка – это коробочка весом 8 кубиков, а самая легкая коробочка – это коробка весом 6 кубиков. Теперь задание 2. Мы определим массу продуктов. Как вы заметили, ребята, на одной из чаш у нас располагаются продукты питания, а на второй чаше у нас гири. А на этих гирях указывается масса их. В каких, во сколько килограммах. Допустим, сахар весит 2 кг, масло – 3 кг, а вес муки – 5 кг. Вот и мы выполнили эти задания. Ребята, теперь я предлагаю вашему вниманию просмотреть еще одно видео. Коротенькое, но очень интересное. Весы. Ты наверняка уже знаешь, как работают весы. Они показывают, сколько весит тот или иной предмет. В этой игре мы не будем с их помощью определять точный вес в килограммах или граммах. Они нам понадобятся, чтобы сравнивать вес предметов, не зная их точной массы. Посмотри, если положить на одну чашу весов яблоко, а на другую банан, то весы нам покажут, что яблоко тяжелее. Это довольно просто. А теперь поставим рядом вторые весы и положим в одну чашку яблоко, а в другую – апельсин. Теперь весы нам показывают, что апельсин тяжелее яблока. А какой фрукт самый тяжелый? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам вовсе не обязательно знать точный вес всех фруктов. Мы просто сравним то, что показали нам весы. Если яблоко тяжелее банана, а апельсин тяжелее яблока, значит, апельсин – самый тяжелый фрукт. Выбираем апельсин. Все понятно? Или надо повторить еще раз? У тебя все получится! Смелее! И начали! Смотрите, самое тяжелое! Верно! Выберем самый тяжелый предмет! Верно! Выберем самого тяжелого персонажа! Точно! В следующем раунде будь особенно внимателен! Тебе нужно найти не самый тяжелый, а самый легкий предмет! Тебе нужно найти не самый тяжелый, а самый легкий предмет! Точно! Что легче всего? Правильно! Выберем самого легкого персонажа! Правильно! Я что ли для всего? Точно! Самого тяжелого персонажа! Точно. Верно. Вот видишь, ты справился с заданием, не зная точного веса каждого из предметов. Тренируйся регулярно, и ты увидишь, что с каждым разом у тебя будет получаться быстрее и лучше. До встречи! Ребята, надеюсь, вы внимательно просмотрели данные кадры, потому что теперь мы выполним подобные задания. Как вы видите, на весах у нас разные продукты. Например, давайте внимательно рассмотрим первые весы. На чаше апельсин, а на второй чаше ровно пять клубник. Теперь вторые весы. На одной чаше тот же самый апельсин, а на второй чаше, ребята, два пирожных. Как вы думаете, что тяжелее и который из них легче? Пять, конечно, больше, чем два. Но пять клубник, ребята, и два пирожных, они равны по массе. Ребята, я вас благодарю за урок. Я очень надеюсь, что вы узнали много интересного и нового. А в конце, в итоге урока, ребята, я вам рекомендую просмотреть еще одно видео по данному линку. Спасибо вам за внимание. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.